Алло, вы меня слышите или нет? Подождите маленький. Вы зашли, не предупредив, я не готов. Ну, когда будете готовы, позвоните или напишите, хорошо? Так, ничего, всё, я уже готов. Ну, добрый день, как у вас здоровье, как дела, как духовно вы поживаете? Ну, я скажу сразу первое, что у нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я знаю, я не знаю, вот я что и нашёл, я вас бы и не нашёл. Я вот сейчас на ютубе смотрел, я не знаю, сын ваш, духовный сын или физический сын, как он там с мусульманами общался. Да. Это сын ваш, да? Ну, у меня много сыновей, я же не один. Я вас спрашиваю, сейчас мы записываем, вы не против, что это всё записывается, выставляется в интернет? Ну, я, да нет, о чём мне бояться? Об этом и речь идёт. Раз вы не против, скажите, что я не против. Я не против. Я слушаю, пожалуйста, говорите. С чем могу быть? Такой вопрос к вам. А вот, как вам сказать, а вот мужчины, обязательно здесь с бородами ходить? Так это не мы установили, Господь Бог так сделал. Пока молодой не растёт, а с возрастом она сидеет. У язычников бреются, чтобы продлить молодость, а у христиан, наоборот. Со старостью приходит мудрость. Все довласть и старец. Мы не одного... Не, ну я вижу, вот он, я понял, но я вижу, вот он молодой этот, который здесь общается. Он, наверное, моих лет, а может быть чуть старше, а может быть даже моложе. Он тоже с бородкой, я вижу. У нас все до одного с бородой. Если вы зайдёте в общину, увидите, как одеваются у нас женщины. У меня и два платка по старинному русскому обычаю, как мусульманки. А, ну да, даже там в одном мне видео было, что писали, что она хиджаб носит, ну, в описи. А два платка под булавку. Ну, это как хиджаб, похоже. Делали, потому что картины Сурикова, Репина, Поленова. Они показывают, так всегда одевались русские люди. Мы ничего не придумаем, так будем. Смотрите, вот, не замай, картина. Все с бородами, где бы ни были, так все с поясами. Без поясов нету. Везде одинаково рисовали, рисовали с натуры. Стоит Лев Николаевич, стоит, и вот так у него рука за пояс задёрнута, Лев Толстой. Без пояса не было, это распространяющийся хулиган. Притом пояс возьмите у монахов, в милиции, у военных, у всех перетянутый ремнём. И где? У Сталина такие воины были, и у Гитлера все эти с ремнями. Ну да, и Писание хочет быть подпоясанными. Ну да. Духовно подпоясанными, и телесно подпоясанными. Предпояситесь истинною. Пояс означает истинно. И поэтому у нас ложь абсолютно недопустима и считается смертным грехом. Написано, дьявол есть лжец, и отец лжи. Ну да, и аминь. Вот если бы в политике это пределали, государственные деятели. У нас были отношения совсем другие. А то договор подписали, а не нападение и напали. И поплатились. Да. Это. Ну а ваши отношения к таким, как неправославные люди, к баптистам, к примеру, как вы к ним относитесь? Ну я знаю их не два дня, а 57 лет. Которые были у нас беседы. Многие баптисты пришли, приняли крещение православное, стали батюшками-священниками. Как сейчас пишут, речь... А в чем разница? А? А в чем разница между православным крещением и баптистским крещением? В чем разница? В Библии все, что было в Ветхом Завете, было образно для нас. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Апостол Павел перечисляет отрицательных героев и говорит, это было образно для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Это для нас, достигших последних веков. И вот мы видим... В бороду услуг Давида полбороды сбрили, и он не разрешил в Иерусалим зайти. Идите в Верихон, город проклятие. Пока не отрастет борода. А мы идем в небесный Иерусалим. Дальше. Чисто, 16 глава. Дофана, Верона и Корей. Они решили отделиться отдельно от Моисея. Господь говорит, завтра покажет. Разверзлась земля и живьем поглотила шатрами, женами. А что? Это отречение от церкви. Это участь сектантов. Церковь только то, что сохранило рукоположение. Это католицизм, православие, григорино-армянские копты и сирийцы. За этим любое название, ересь, которая скрылась под словами динаминации и конфессии, это не церковь. Они хорошие люди, но отношения к церкви никакого не имеют. А Иисус придет за церковью. Деяние 2, 47. Это что выходит? С ваших слов мы еретики, да? Все неправославные. Вы сами знаете, что это еретики. Отдельно отделились. Это наследники Дофана, Верона и Корея. Более страшного греха на земле не было. Живем в ад, только они провалились. За отделение. Они ничего не делали. Не, ну в Писании написано, каждый призывающий имя Господне спасется, он его назовет. Тогда ничего не надо больше. Призывай имя Господне. И все. А написано, блаженный нищий духом. Не надо. Блаженный плащущий. Не надо. Все. А я призвал. Нельзя так узко смотреть. Надо все Писание брать в совокупности. Ибо все Писание Богодухновенно писали вот святые, божьи человеки, будучи движимы, духом святым. А как, одно место беру и, если взять, блаженный нищий духом, их есть Царство Небесное. Вообще не надо веры никакой. Ну так же не делается на одном стихе. Мы должны все Могоцветия Радуги взять. Ты должен знать. А вот как у вас, я понял, с видео на Ютубе, у вас крестят тоже взрослыми людей, да? Ни в деталях родных, ни маленьких, ни в церковь дневных деток. Что, как крестят? Да, взрослыми, я понял. Там я сделал на одном видео в вашем Ютубе. Если родители обратились, то крестился он и весь дом его, как корнилий. У нас все по Слову Божию. Церковь, корабль. А в корабль берутся дети, а святой нет? Конечно. А что там будет крещение? Крещение? Колоссянам, 2 глава 11 стих, считайте. И мы ныне обрезаны, обрезанием Христовым, быв крещеных. Ну да. Но крещение. А в Верхнем Завете было обрезание. Дети восьмидневные вступали в завет с Господом. Они что-то понимали? Конечно нет. А это был образ для нас, для крещения. Павел так говорит? Не, я это говорю. Колоссянам, 2 глава 11. Ну там написано, не физической нечистоты омытия, но обещание доброй совести, служить Господу. А дальше, за святой, ты что не считаете-то? Обещание доброй совести. А дальше, запятая, спасает. Воскресеньям Иисуса, вот эта еретика сразу видно. Доброй совести. Да где она, добрая совесть-то? И дальше, что спасает? Обещание или крещение? Крещение. Я вот с баптистами разговариваю. Полные невежды. Я говорю, как человек получает прощение где? В покаянии. Я говорю, а как? Деяние 2.38. Давай запишем. Первое. Что нам делать, мужи и братья? Петр говорит. Покайтесь, и каждый крестится за своими Иисуса Христа. Запятая, дальше еще не говорите. Не просто для Христа. И каждый крестится за своими Иисуса. Для прощения грехов. Понимаете? Не написано, покайтесь, для прощения грехов. И да крестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Крещение спасает, а не обещание Богу доброй совести. Мы можем сто раз обещать. От воды и духа надо родиться Вот допустим, я задаю вопрос Ну а как вы понимаете от воды? Вот от воды Я объясню, вы прервали меня Саул остановлен Богом Три дня не ел и не пил Тьма И вдруг к нему приходит человек, который его боится Анания Епископ Дамаска И он говорит, брат Савл Значит он, брат Баптиста Да, уже все, покаялся Я говорю, нет, считай дальше Брат Савл, что ты медлишь, три дня Встань, крестись и омой грехи твои Они не омытые Крестись и омой 22.16 Что так считаете, как в тумане головы Как он, разговариваешь В чатру ветки, обкуренные А он покаялся, я Баптиста спрашиваю Покаялся, простил, да, Бог простил Почему? Но он его братом назвал Ну а дальше, брат, это что говорит? Крестись и омой грехи твои Омой Что не понятно? Крещение спасает Крещение спасает 3.21.1 Петра А не обещание Богу доброй совести Что именно в крещении мы даем обещанию? Это вопрос другой Какие-то такие простые места Покайтесь, запятая И докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов Для прощения И получи дар Святого Духа Не сказал покайтесь для прощения грехов Ну нельзя нам это коверкать, Слово Божие Ну да, искажать нельзя Ну да, искажите Считают это мытарство 40 дней душа идет Справляет сарачины Откуда известно? Житие Василия Нового Феодора Цареградская Вы это не признаете? Как будто церковь с нас началась У церкви опыт Вот так говорят Не, ну знаете В Библии просто об этом не написано Поэтому и как бы не признаем Ну тогда не признаем Что Дух Святой кончил работать или что? Мы не признаем Вот один или два Но если вся церковь Вся в совокупности Признает А возникшие через 1500 лет Они, а мы не признаем Вот чем вы от мусульман отличаетесь? Они тоже Библию переписывали Ее всю испортили Причем тут Господь говорит Я создам церковь Я создам церковь Но если он ее создаст Один раз или сто раз создавать Церковь, одну не церкви Не создал Господь же Лютер откуда появился? Откуда протестанцы? Вот сейчас их приезжал Ко мне здесь один Джастас Он здесь Кост разводит Американец И говорит У них в Америке Примерно 21 тысяча разных сект И друг друга абсолютно не признают А я Христов Я Христов Пока нет рукоположения От апостолов На епископов Благодать Духа не сходит А где это известно? Деяние 8 глава В Самаре обратились люди А апостолы были все в Иерусалиме И они ни слова не говоря Не звонили по мобильнику А сразу пошли И пришли спрашивать Получили Духа Святого А мы даже не слыхали А почему? Только через их руки Бог дает Они положили руки Получили благодать И так церковь развивалась Эти рукоположили других Епископы А сектанты они ниоткуда Сами по себе Никакого отношения к церкви Они не имеют А что хорошие люди Да, не пьют, не курят Как свидетели Угова Сейчас запретили В Российской Федерации Они еретики Но государство не теократическое Я написал 4 письма Путину как главе В Думу правительства Написал генеральному секретарю Прокурору генеральному И министерству юстиции В защиту свидетелей Угова Он предварительно написал Что я миссионер Работаю Я не свидетель Угова А по большому счету Мы являемся свидетелями Угова Не по названию только На каком основании У них отняли почти 470 залов царств Ни на каком А теперь начинает преследовать Уже и баптистов Незарегистрированных А там и до нас очередь дойдет Вы знаете как немецкий пастор Немеллер о себе говорит Когда пришли забирать коммунистов Я промолчал Я не коммунист Ну вот стали забирать евреев И опять промолчал Я же не еврей Стали брать профсоюзных деятелей И опять промолчал Я не профсоюзный деятель Но когда пришли забирать Меня уже никого не было Чтобы защитили Я считаю что мы должны Видеть неправду И стоять за восстановление справедливости А он еретих Это никакого значения не имеет Люди очищены бывают через слово Но они не в церкви Спасение только в церкви 2.47 Деяния апостолов Ежедневно Господь прилагал Прилагал спасаемых в церкви А зачем прилагать то Образовались мы в церковь Нет к церкви надо прилагать Они уверовали Но не в церкви Там не нравится православие Идите католикам Попросите чтобы Баптистам Избрать среди себя Самых самых хороших Чтобы они рукоположили Епископы Законной будет церковь В таком виде как есть Но заранее что подписали Что иконы это не видалы На Божью Матерь Чтобы не хулили Что она там имела мужа И родила еще сколько детей То есть Все эти брени За борт Я вот задаю вопрос Смотрите Считаем Первая глава книги Царств Первая Вторая Третья Ковчег был взят в плен Ну вот он возвращается Те лица его везут А люди Жители Бевсамиса На полях А что это везут Да это еврейский бог Там какой-то ящик А что смотреть может Да там нельзя Раз в год Первое священие заходит Но сейчас-то можно посмотреть Никого нету Они не как баптисты Икону рубили Жили Нет Они только заглянули И написано И не порадовались Бог убил Не человек Бог Пятьдесят тысяч и семьдесят Даже для Курской битвы Эта цифра неподъемная Вот как За что вопрос А как правильно А понимать правильно так В Ветхом Завете Все были образы для нас Там был Агнец Не а как понять Вот место писатель Я не ответил Сейчас отвечу Подождите Мы знаем В Ветхом Завете Игнят приносили в жертву Овец И первое Это Евангелие от Иоанна 1.29 написано Вот Агнец Божий Который берет на себя Грех мира Без Ветхого Завета Мы не поймем Откуда Агнец А куда Агнец На жертвенник Кто Агнец? Христос Его положили На какой жертвенник? На крест Куда? На чем он принес Крест Вот и все А крест ломает То другое Безумие полное Написано Жертвенник освящал Нет Я не насчет креста Я не насчет креста Хотел задать вопрос Я хотел задать Поговорите Я хотел по исходу 20 глава Где написано Не делай изображения Никакого Которое На небе На земле И под водой Вот Сразу видно Сразу видно Что вы еретик И сектант Вы не умеете считать А почему 25 главу Не считаете? В первой 20 главе Говорится Не сделай А в 25 Говорится Сделай изображение У вас вот так Все противоречие идет Теперь относительно Того ковщега Ковщег Это Божья Матерь Прообразовал А внутри Лежали скрижали Это Христос Образы Почему? Вначале было слово И слово было у Бога Слово Скрижали Вот почему Господь их наказал Как издевающихся Напишите Слово Было Бог И слово Было Бог Да Слово Вот это слово Скрижали Обозначали его Это единственное слово Богом написанное Оно лежало Внутри У нее Под сердцем И вот это Заглянули Они не просто Это ящик какой-то Это прообраз Божьей Матери А теперь Относительно Изображений Вот я разговариваю С баптистами А вы Библии-то верите Конечно А почему 25-ю главу Не читаете Как Ну там написано Сделай А разве написано Жизнь заканчивает И ты ни разу Библию не прочитал Сиктант Не Я прочитал Библию Полностью От корки Как говорится От быча до окровения Вас замотало куда-то Отойдите подальше У вас Лицом просто Вот так вот Но если вы досчитали Почему там говорится Сделай изображение А тут не сделай Как совместить это А ответ очень А где в каком стихе Я просто вот На компьютере Открыл Библию А общаюсь с вами Селефон 25-я глава Изображение Господь говорит Сделай А изображение В греческом Оригинале Стоит икон Икона А Ну Баб А в каком Исход 25-я глава Так мы все Одинаковые 20-я глава Прочитал Не делай изображением То, что выводит От Бога Теперь Третья книга Царств Третья, пятая глава Соломон построил храм И он там 12 валов Стоят На Медном море Валы А почему 12 апостолов Теперь Львы Вообще нечистые животные Виноград там Сделал И что Слава Несравненного Бога Наполнила Храм И Господь Принял Принял все Иисус В иконах Иисус В этот дом Пришел Изгнал Третья Дом мой Он не сказал Что это капище С иконами Это полное Безумие Совершенное Лишение Общения С Духи Святом Господь говорит Сделай И тебе не надо Рассуждать Зачем Ты обязан Выполнить Бог отдает Коменду А мы обязаны Беспрекословно Выполнить А изображения Я вас понял Изображения Перешли в Новый Завет Считаем Книга Деяния Апостолов А вот Новый Завет Слышите Третья глава Деяния Апостолов Петр Иоанн Шли в храм Сейчас Молитвы девят Они что В капище шли А иконы Были Снутри Все в иконах Было Там Баптистов Не было Иначе Было Ломать Вначале А вот Такой Вопрос По Новому Завету Хочу задать По Посланию Кремлинам По первой Главе По 22 И 23 Стиху Как вы Мне можете Объяснить Объясняйте Считайте 23 24 С 21 20 Начну Ибо Невидимая Его Вечная Сила Его И Божество От создания мира Через осматривание Творений Видимы Так что Они безответны Но как Они Познав Бога Не прославили Его Как Бога Не возблагодарили Но Суветились В умствованиях Своих И омрачилось Несмысленное Их сердце Называя себя Мудрыми Обезумели И славу Нетленного Бога Изменили В образ Подобный Тленному Человеку Чищу Череногим И преисплекающую Ты предал Их Бог Похотясь И детских Нечисле Так что Они Искренили Свои Тела Они Заменили Истину Божьей И поклонялись И служили Твари Вместо Творца Который Благословен Во веки Аминь Слава Нетленного Бога Изменили В образ Как это К православным Прилепить Да никак Речь идет Об язычниках Павел ему Говорит Это Они вообще Не знали Как доказать Путем эволюции Камары Слон Одно и то же Я говорю Вот сегодня Я атеист Они не заботились Бога иметь В разуме А почему Через рассматривание Творений Что какой Примудрый Бог так все Сделал Какой же Бог выше этого Они безответны В немецком Языке Стоит Тон Шульдиген Они неизвинительны Потому что Рассматривание Творений Вот я смотрю Допустим Кто изобрел Как изобрел Не ветер надул И получился Телефон Нет Это Бог А кто это Речь идет Об язычниках Которые твари Настекомы У православных Этого нету И служили твари Не служили Богу служат Призывание Троицы Троицы Слово В Библии нету А баптисты Другие Имеют откуда От православных Я как-то С баптистами Разговаривал Я говорю А вы знаете Сколько Евангелий было Сколько Четыре Я говорю Их двадцать было А почему Четыре осталось Они ничего Не знают А он Кончал Какие-то курсы Я говорю Вот в чем Дело Это не Кто-то Пишет А Богослов Как считает Марстенковский Владимир Филимонович Профессор И он Об этом Как раз И пишет Было Двадцать Евангелий Евангелия Фомы Евангелия Евреев Басилистка Их все Собрали И положили В церковь Доделяется Алтарь А там Престол На котором Совершается Евхаристия Бескровная Жертва И положили Туда Запечатали Сверху Замки Сторожей Поставили Утром Пришли Все валяются На поло Четыре Матфея Марка Лука Лежат Бог Показал А он Даже Добавляет Допустим Ты не поверил В это Наше сознание Трихтовало Быстрое Эти Евангелие Взяло Сколько Там Несуразицы Кто Это сделал Православное Вы Библию Имеете Хочешь Каплю Совести Отката Известно Апостольское Правило 85 Перечисляет Все книги До одной Которые Собор Православный Утвердил Дальше Гангфский Собор Еще утверждает Это не один раз Перечисляет По порядку Бытие Книга Моисеева Первая Называется Вторая книга Исход Не знаю Я говорю Скажите На каком языке Они были Ну Че ну Не запрек Поехал Я говорю Куда А вот куда На разных языках Я знаю На греческом Были Писания На греческом На еврейском Самый лучший перевод На еврейском Самый лучший перевод За 2000 лет Это православный Синодальный 1876 года Который все Баптисты признают На нем издают Пятидесятники Адвентисты Седьмого дня Литеране Католики Все Почему У немцев Переводил Один переводчик Мартин Литер У православных Четыре Духовные академии Самые лучшие Переводчики Евреи Уверовавшие Доктор Богословия Там Вот Как Хвольсон Данил Абрамович Павский Герасим Петрович Он Матвея Псалтырь Переводил Они писали Учебники Для еврейских школ Знания Какие были Я лично Беседовал С Александром Менем Слышали такого Ну да Слышал Я его спросил Когда беседовали Я говорю А он работает С архивами С еврейскими С оригиналами Я говорю Вы могли бы так перевести Он вот так вот От меня отшатался Да вы что Игнатий Тихонович Да не Таких переводчиков Сейчас нету Это были Знаете Как кентавры Вот Набоков Он одинаково писал И по русски И по английски Вот допустим Доктор Цвеки Его спрашивает А Какой родной язык А у него мать Француженка Отец немец Ну я говорю Тобой мы одинаково Тогда вопрос поставили Во сне На каком языке Разговариваешь Во сне Я по французски На счета родной Для тебя Так я же по немецки Одинаково знаю Во сне Определяется Я никогда этого не знал Я однажды во сне Видел Меня избрали президентом В Конго И я перед ними Выступаю на площади На английском языке А потом там Пуч был И мне пришлось бежать Это сон И где мы Здесь в Барнауле На мосту Собираемся Ходить там В лес Гулять Я тут Стою И только Тогда Понял Я во сне Заговорил На языке Который Забыл А вот Чего я хотел С вами Поделиться Я вообще Сам родом С православной Семьи Но Чего я Вошел С православием Почему я Вошел С православием Потому что Я когда Ходил в храм Наш У нас там Ну Проповеди Слова Божьего Не было Я жил В Молдавии Раньше У нас там Была чисто Литургия И Ну Песнопение Больше ничего И все на Румынском А я сам Русский Ну как Русский Молдавский Для меня Можно сказать Чужой Я ничего Не понимал А у меня Соседи Были Как вы Нас называете Сейчас Еретиками Сектантами Баптисты И я Иногда К ним Посещал Дом Молитвы Ну И там Ничего Понравилось У баптистов То что У них Все То что Брат Прочитал Из Библии Он Рожевый Как говорится Толкует Объясняет Для людей Которые Собрались В доме Молитвы Понимаете Ну И со временем Я там Покаялся Принял Христа В сердце Принял Водное Крещение И у меня Супруга Баптистов А такой Вопрос Детки Маленькие Когда Умирают В 23 Года Меня Господь Коснулся Когда Я С детства В 2 Года Я знал Что Бог Есть Старобрядческая Семья Православная Мать Говорила Нельзя Пионеру Вступать Нельзя То Другое С женщинами Дело Иметь И меня В 23 Года В это Время Я оказался В доме Пятидесятников Они с баптистами Соединены Тогда были И мне Дали В руки Новый Завет Пока Они обедали Я уже Шестую Главу Считал Я Первый Раз Помолился Своими Словами Незаученными А о чем Молиться Они говорят Ну молись Проси у Бога Что надо Еще люди Просят Богатство Здоровье А Соломон Этого Не просил Он не просил Это И Господь Ему Сказал За то что ты не просил Я про это Соломона Не знал Но получилось так же У меня веры Не хватает Прибудь со мной Господи И Бог дал мне веру Там такую 57 лет Я несу Это радостное Известие Вот вы там Не знали Но я в это время Когда решил уже Принять все Я решил еще раз Проверить Изучаю полностью Церковь Католицизм Православие Секты Какие только были Ислам Изучаю Буддизм Конфусиан Судоцизм Я опытным Путем пришел Господь говорит Кто хочет Творить волю мою Тот узнает От себя Или я говорю Или отец Послал меня Я понял Я досконально Считаю Майн камп Гитлера Ленина С собой Я вижу Человеческое Мудрое Дурное Но человеческое Как только Евангелие коснулось У меня не букву Перед глазами Как бы Я не слышал Но как бы Голос Неба Это то что ты искал И поэтому Я там был Среди баптистов Но я не перешел К ним Почему? Мне сразу было понятно Когда вы возникли Тогда Это не этнистер Церковь от первых веков идет Он ее создал Где В Сионской горнице И вторая часть Доязычников Дом Корнилия Десятая глава Не спустя 1700 лет Вы же жестоко ошиблись Он проповедовал А вы не можете сказать Правильно или неправильно Потому что вы Истинного толкования Не знаете У нас когда Я преподавал Вел занятия В пяти университетах Приходили баптисты Адвентисты Сколько людей Обратилось С православия Притом я ничего не настаиваю И говорю Как вы толкуете Так Когда я достаю Блаженного пропилакта И всех святых отцов Да сравнивать не с чем Насколько все принижено Все противоречие Вот Петр сказал Богу поклонись Я тоже человеку Человеку кланяться нельзя Все Вот за одном стихе Дальше В откровении Ян Богослов поклонился Ангел говорит Я сослужитель Тебе Богу поклонился Ведь ни ангелам Ни человекам Нельзя кланяться Я тогда открываю Не два Не три места А двадцать три Где человеку кланились Сыны пророческие Елисею На котором Дух Елии вдвойне Он принял Мать Соломона Входит кланяться Ему лицом до земли Написано Он принял А почему там нельзя Вот простое дело И никогда не узнаешь Ну нельзя и все Тогда то-то место Можно У баптистов У всех у них Все вот так Противоречит Истинное толкование Ни одно место Другому не противоречит И смысл в том Я говорю Давайте баптисты Вы соглашайтесь Или нет Язычники Легко боготворили человека А с чего вы решили Очень просто Когда с Павлом Какое чудо там было Быков хотели Принести в жертву Второй раз Когда на острове Мелит был Он разодрал одежду Бросил сам народ И говорит Я человек Они думали Это боги Сошли в образе человеческом Они говорят На острове Мелит Когда ехидна Повесила на руке Он встряхнул ее Считается укусила Ждали что он умрет И умер И они сразу Сказали Это бог А не человек И поэтому Иерархия У язычника Уже сложенная Он знает Что человек И ангел Неравный Ангел выше У него плоти нет Он не грешит Не сраблю А выше ангела Бог И вот когда Корнилий молился И ему Предстал ангел И сказал Иди позови Петра Он понимает Ангел был А сказать не мог Значит Петр выше его Откуда известно Да из-за того Что он Когда пришел И пал к нему А Бог знает Внутреннее человека И Петру это открыто И он поклонился Он говорит Я тоже человек Человек Зачем говорить И так видно Уши и глаза Я человек Сектанты Никакого понятия Не имеют об этом Он поклонился С мнением Что это Бог Вот тогда все На месте Такого поклонения Нельзя делать Он говорит Я тоже человек Зачем говорить Вот ко мне Кто-то пришел Я буду Я тоже человек Так он и так понятно Что здороваемся За одним столом Видим Я тоже человек Так тоже и ангел В виде ангела Являлся Господь Уже три раза В откровении И когда он поклонился Ангелу как Богу Не понимая Что это уже Ангел А не Христос Он говорит Я сослужитель тебе Ты ошибся Тогда все стало На место И ангелы Поднимают Поклонение Вспомни Орфи Когда родители Самсона Поклонились Да и другие Там везде Православие Это широта Вся охватность Это целомудрие Нежность Сектанты Этого не знают Свидетели Ягова 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 Они дальше Не могут Субботники Суббота Православие Знает Суббота И Игова Знает Вот поэтому Я православный Что ничего Чище В мировой истории Не было И нет И быть Не может А как вы понимаете Вот говорите Проповь или нет Как вы понимаете От воды и духа родится Да От воды и духа От воды и духа родится Да От воды Воды и духа Духовное Просвещение Духом Святым Вот и все А вода Это что Вода физическая Или Слово Божье Аж два Химические А наши Объясняют Как я научен Что вода Это Слово Божье Что мы от воды Ну вода Это православное Слово Божье В политике объясняют Никогда это так не понималось Всегда это понималось Как только крещение Вода Вода бывает Вода Дух Святой Говорит Кто жаждет Иди ко мне Пей 7.37 Евангелия Театр Тогда давайте Вода не надо Дух Святой Все на своем месте Церковь с первого дня Вела людей к Богу И по другому Никогда не понимала 20 столетий А сектанты Все по другому Здесь Малакани Духоборы Слышите Я на рабочий час Давайте потом Как-то в другой раз Пообщаемся Все С Богом Хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok